Через несколько минут в ЦПКО покажут оперу римского Корсакова «Майская ночь». Показ пройдет в рамках фестиваля «Опера всем». На открытых сценах уже прозвучали «Орлеанская дева» и «Богема». Послушать классику захотела Виктория Зуева. Вика, погода, я надеюсь, не отпугнула зрителей? Саша, как ты можешь видеть? Нет, зрители не боятся дождя, и это уже доказано. Не первая опера проходит под дождем. К сожалению, вот в этом году Петербург так встречает «Оперу всем», но это не проблема, как я вижу рядом со мной Виктор, арт-директор фестиваля. Расскажите, пожалуйста, что сегодня услышат зрители, которые не испугались и пришли сегодня в парк? Мы готовимся все-таки начать исполнять «Майскую ночь» римского Корсакова. Видите, в «Майскую ночь» бывает, конечно, дожди, но у нас уже июль, и мы не очень рассчитывали. Но тем не менее, вот мы готовимся. Но я знаю, что ведь «Орлеанская дева» был вообще страшный ливень, и ничего, все равно были сотни зрителей. Ну, 12-го все-таки как-то погода к нам была чуть-чуть более благосклонна, ливень отступил. И здесь немножечко сложнее, потому что здесь идет нон-стоп, никак не останавливается. Мы все-таки надеемся. Но я еще хочу сказать, что там было чуть-чуть более сухо сейчас, очень большая влажность, и очень неприятно для инструментов и для нот. Но тем не менее, это не криминально, все равно музыканты справятся с задачей. Я исхожу из этого. Какая вам больше всего нравится площадка? Вот уже восьмой раз проходят фестивали «Опера всем». И где вам больше всего нравится выступать? Вы знаете, мне все нравится, я считаю, что просто у нас ведь подбор идет площадки в зависимости от того, что мы играем. Поэтому мы имеем в виду площадку и к ней часто подбираем оперу. Думаем, что могло бы быть хорошо там или сям. Да, кстати, интересно, как вы выбираете оперы? Я знаю, что год от года все-таки репертуар меняется. Как выбираете? Он обязательно должен меняться, это условие существования нашего фестиваля. Но вот, например, сегодня, да, вот Елагин Остов, здесь у нас природа, вода, поэтому «Майская ночь», «Малороссия», «Хутора», опять же, пруд, где русалки, русалии, опять же, вода, природа, поэтому эта опера вот здесь очень местная. Есть здесь и место, да. Да, я тоже думаю так, именно, да. Ну, а мы начинаем всегда, у нас такая традиция, что мы начинаем с большой русской оперы такой, с харами, где все-таки какая-нибудь государственная или патриотическая тема, и поэтому у нас был «Жизнь за царя», либо русская сказочная опера, но в этот раз была «Орлеанская дева», Чайковского, но она тоже вписывается в этот жанр, потому что идея подвига за государство личного, это хоть и Франция, но русский композитор и похожа на Ивана Сусанина, крестьянина. И поэтому, как бы, захоронение русских императоров на Соборной площади, вот, например. Ну, потом у нас Севильский будет впереди. Это вот последняя заключительная. Да, да, и поэтому там что, 18 век, фасад рококо, музыка тоже такая, моцартовская склада, то есть Россиния, как я написал, и поэтому вот там это, там хорошо звучит всегда такая что-то легкое, комическая опера, буфа, 18-й, начало 19 века, бельканте, это очень хорошо вписывается вот в это. Поэтому вот так вот мы и подбираем. Ну, я так понимаю, что основная цель фестиваля – это вот не только познакомить петербуржцев с музыкой, но и вот привить им любовь, наверное, к ней. Ну, знакомишься и любишь. Примерно, да. Мы хотим привить любовь, мы думаем, что все-таки в петербуржцев как-то это уже заложено, все-таки вот эти камни, в которых они родились или приехали, все-таки, они воспитывают, да. Помните, это банальность, это все-таки надо вспоминать, что архитектура – это застывшая музыка, да. Вот они же ходят среди этой застывшей музыки, да, среди этих пропорций, среди вот этой вот гармонии, которая вот плащена в классическом Петербурге. Поэтому, мне кажется, что это воспитывает в них любовь и чувство, восприимчивость к музыке не застывшей, а текучей и живой. А год от года больше зрителей становится? Ну, год от года больше зрителей, когда погода, конечно, позволяет. Мы, конечно, зависим от этого. И мы очень хотим, чтобы было все время солнце, но, видите, люди приходят. Да, они приходят. Пришли зонтиками, чем такой отчаянный прогноз, и тем не менее. И последний вопрос, если не секрет, вот в следующем году вы уже знаете, что будет в репертуаре или пока еще нет? Предполагаем. Но все равно надо посмотрим. Как это зависит еще от солистов, какие оркестры, кто как может. Это очень такой трудный и непростой процесс, долгий, потому что должно сойтись очень много факторов, прежде чем мы можем принять решение, что да, будем исполнять это. Спасибо, я вас благодарю, желаю. Несмотря на все условия погодные, все равно удачная опера. Я думаю, что вот все места будут заняты, даже вот несмотря на такой сильный дождь, который, кажется, к сожалению, усиливается. Саша, тебе слово. Вика, ну, будем надеяться, что дождь все-таки не усилится, а закончится. Виктория Зуева о предстоящем показе оперы «Майская ночь» в рамках фестиваля «Опера всем». Спасибо.